Привет, дорогие друзья! Все убийства, все покушения на активистов, проукраинских активистов и антипутинских активистов, и вообще на всех, которые происходят на территории Украины, имеют нечто общее. Мы уже сто раз говорили об этом, это общее, это то, что через пять минут официальные органы, органы следствия и политические деятели сразу же, уже сразу знают, кто является заказчиком этих преступлений. И не стесняются абсолютно это озвучивать. Но тут есть один нюанс. Вы знаете, когда происходит покушение, делаются такого рода заявления, и вот потом проходит время. Я недавно вам пытался это объяснить. Проходит, проходит время, а потом происходит суд, но суд уже не освещают так мощно, как освещали покушение. И поэтому происходят всякие непонятки. Вы знаете, я вам напомню, около года назад было покушение на Адама Осмаева и Амину Акуеву. Покушение произошло в Киеве. Осмаева и Акуеву, скорее всего, замовили або глава Чечника Дирова, або сам Путин. Такие версии замаху на подружжя добровольцев АТО ниней озвучивают большинство экспертов. Вот так вот лично Путин сидел и говорит, уберите-ка наконец-то Асмаева и Акуеву, потому что жить не могу. И Буткевича не забудьте. Ну, Буткевич уже потом попал в список. Короче, приближенный к Кадырову киллер. Артур Денис Султанов, Кормакаев. Бойовик, наближенный до президента Чечни Кадырова. Киллер співпрацює с російськими спецслужбами та ліквідовує ворогів Кадырова та Путіна. Слушайте, хорошо, что так быстро провели расследование, да? Молодцы. Киллер сотрудничает, убивает врагов Кадырова. Это прекрасно. И Антон Геращенко тоже ж врать не будет. Про российский след с самого ранку заявил и радник министра МВС Антон Геращенко. Адже неприемные отношения с Кремлем у Асмаева начались давно. Ну, если бы за неприятные отношения с Кремлем убивали бы, то население Украины сократилось бы миллионов на восемь. Антон Геращенко. Начиная с весны 2016 года он пытался входить в доверие к ряду украинских политиков и журналистов, представляясь то французским, то немецким журналистам под разными именами. И полиция сделала заявление, еще находясь на месте стрельбы. По-моему, еще даже тело не увезли. Ну, еще живое, да, имеется в виду, потому что киллера, что ведь взяли живым, понимаете? Если бы грохнули, то и все. Вот эти вот все сообщения так бы и остались висеть в истории. Представитель МВД заявил, что ему хотели отомстить Асмаеву за его патриотическую позицию. В полиции говорят, вероятно, таким образом супругам хотели отомстить за патриотическую позицию и службу на Донбассе. Ну и тут же они приводят пророчество Амины Акуевой. Амина Акуева в недавнем интервью предупреждала, что Россия сейчас в агонии и особенно опасна. Кремль может пойти даже на крайние меры, применить ядерное оружие. Ну вот, как она предсказала, так и было. Помните, недавно Шарахнула? Ядерная боеголовка. Пономарев рассказывает, для чего киллеру надо было убить этих, эту парочку. Там, с точки зрения, прежде всего, Рамзана Ахматовича Кадырова. А, он перед ним хотел оправить. Да, и вот хотел, значит, сделать, потом принести голову. Все, все, все четко. И смотрите, когда, все четко, все ясно. И тогда люди это посмотрели и приняли это. И поняли, что таки да. Вот тоже нападник на подружжя добровольцев Адама Аосмаева та Амина Акуева был агентом российских спецслужб и протягом останнего года намагался налагодить контакт с... О, агент российских спецслужб. Все выяснили. Ох, чертяки. Молодцы. Профессионально работают. Народный депутат Петренко рассказывает, что тут четко это увязывается. Конечно, там Вороненков. Смотрите, когда цепочка. Тут, бачите, показово. Вороненков, ворог, зрадник России, да, там на их погляд. Ворог влады, ворог Путіна. Вороненков. Вороненков тот самый, да, это был враг Путіна и враг власти. Да, конечно. По-любому. И рассказывает, что убийства были осуществлены намеренно в центре Киева. Специально. Публично вот так вот. Кожаного разу. В центре Киева. Тобто, питание навіть не в том, чтобы, там, такі, знаете, покарання із сторони кримийського режиму своим ворогам, а зробити це показово, демонстративно в центре Киева. Демонстративно в центре Киева. Но я вам напомню, что произошло чуть позже. Их опять обстреляли, но это было далеко не в центре Киева, а за городом и ночью. Поэтому тут выбивается немного этот обстрел из конвейера суждений народного депутата. И причетность до российских спецслужб, також це ефакт. И я думаю, що зараз, в следующий день, також це среження на цьому. Да, следственные действия подтвердят, но это уже является фактом. Вы знаете, это видео, это тоже очередной гимн украинской журналистики. Сегодня же день журналиста украинского. Опять поздравляю, поздравляю, не коллеги. Звичайно, без спецслужб тут не обійшлось. Один з украинских політиків, а сам народный депутат України Антон Герашенко заявив про те, що тут все було зрозуміло. А вот Диану поздравляю с Ньюс Ван, потому что она тогда начала Шкиряка допитывать, а чем вообще подтверждается это? Пояснить нам докладно, чтобы мы зрозумели, как вы, власне, вы визначили, что это российский след. Какие самые речевые доказы, почему вы достичь? А Шкиряки объясняют. Объясняют в своем обычном стиле, как всегда. Вы тоже этот стиль знаете. Жодных сумнівів немає. И беззаперечно. Все. В том, що це вбивство, заплановане вбивство українських патріотів було підготовлено і організовано російськими спецслужбами, жодних сумнівів немає, власне, що підтверджує ту низку гібридних замахів. Она не отстает. Каким образом, Шкиряк, покушение на Осмаєва связано с Павлом Шереметом? Каким образом это связано, Шкиряк? Пане Зоряне, поясніть, яким чином замах на Осмаєва повязаний з вбивство Павла Шеремета і Вороненкова? Як ви це відстежили? І яким чином ви це вам зрозуміли? Я не зрозуміла просто. Давайте поступово. Так. Беззаперечні докази. Ми відразу заявили після кривавого теракту відносно журналіста Павла Шеремета, що скорше за все це вбивство було інспіровано російськими спецслужбами. Скорше за все. От і все. Какі ще доказательства вам треба? Скорше за все це вбивство було завершено російськими спецслужбами. Скорше за все і все. Адам Осмаєв, якого в Росії звинувачували в спробі замаху на Владимира Путіна, відверто називає замовника нападу. Вот, пожалуйста, доброволець Осмаєв, заказчик преступления Путін! Вот это как раз тот случай, когда след российский очевиден. То есть, если в случае с покушениями з такого диверсионного характера на нашу с тобой колегу Пашу Шеремета или на бывшого депутата Госдумы Вороненкова, там российский след как бы предположителям. Ну, неочевиден, по крайней мере. Неочевиден, да. Но здесь он совершенно очевиден. Это очень меня радует, что там хотя бы он, ну, предположителен, но неочевиден, да. И вот от Радио Свобода ведущий пытается, как бы там, ну, немножко вкликнеться, может быть, все-таки. Может быть, все-таки какие-то другие есть версии. Но нет, муж добавив, кривиться. Что? Я не хочу сейчас спекулировать на тему, там, бизнес-версий или каких-то личных версий, потому что известно, что преступник, который совершил первый выстрел, жив. И, наверное, в ближайшее время мы все-таки узнаем что-то от официальных органов, от следствия. Вот. Это очень важно. Скоро мы, возможно, что-то узнаем от следствия. Министр Аваков. Общество поймет все детали, когда дело окажется в суде. Есть некоторые нюансы, которые мы не можем комментировать. Однако мотивы преступления, суть преступления, порядковое исполнение и длиннющая цепочка, ведущая, так сказать, некоторым лидерам Российской Федерации, у нас зафиксированы. Есть. Ну все. Некоторым лидерам Российской Федерации теперь габздец. Все услышим в суде. Ну и вот пришел суд. Но его освещают не так, как освещали покушение. И вот почему. Ничего не понятно, да? Ничего не понятно. А я вам зачитаю. Заявления и сообщения политиков на первоочередной стадии досудебного расследования на сегодняшний день не нашли своего подтверждения, отметил прокурор. Покушение на Осмаева и Акуеву прокуратура не нашла цепочки, ведущие к некоторым лидерам РФ. Прокуратура Украины назвала мотивом покушения на Осмаева и Акуеву летом 2017 года личную неприязнь. И никаких следов российских спецслужб или там причастия каких-то там российских, кого-то там что-то там не обнаружено. Вы спросите, конечно же, закономерно. А как же вот это вот все? Вот то, что говорили нам, то, что нам тогда рассказывали, то, что нам тогда втирали, я скажу. Ну как? Как? Вот так вот. Самое интересное, что впоследствии, когда убили уже наконец-то Акуеву, Турчинов заявил следующее. Россия, продолжая агрессию на востоке Украины, развернула террор в глубоком тылу, уничтожая мужественных защитников нашей страны. Таким образом, он опять-таки сразу же все раскрыл. Но я должен сказать, что на самом деле мужественный защитник нашей страны, это сам Турчинов, потому что вот здесь я не могу не вспомнить. Татьяна Черновол, это близкая Пашинскому человек, да, ну короче, они вроде как спят вместе. Вот она написала картину, картину написала, она не одну, написала много-много картин и выставила их. И вот на этой картине, видите, два основных героя Майдана. Так что если там люди, которые там были на Майдане, думают, что это они там что-то, то вот это вот были два героя Майдана, чьи лица опалены славой, можно так сказать. А лица тех, кто находится перед телевизорами и реально внимает тому, что рассказывают украинские средства массовой информации касательно всех этих преступлений, они, знаете, опалены, даже можно сказать, обрызганы, обрызганы, можно сказать, настоящим дерьмом дезинформации. Вот и все, что я хотел сказать. Вы увидите, что это не единичный случай. Потом, со временем и другие всякие покушения входят в стадию судебную и об этом уже не рассказывают, потому что в суде выясняется, что все было совсем не так. Подписывайся, чтобы ничего не пропустить. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok